Сегодня последовала реакция жителей Северного на недавнее заявление главы города, что рынка в микрорайоне больше не будет. Вместо свежих продуктов стройка и парковка. Какая перспектива у бизнесменов и покупателей, выясняла Наталья Ковальчук. Хоть день сегодня не базарный, продавцы одежды и полезные утвари вышли на работу. Новый товар пока стараются не приобретать, а этот продавать активнее. Кто знает, может с места погонят уже завтра. Мы все предприниматели, мы все с документами тут стоим. Но дело в том, что и народу-то хорошо, у нас цены-то низкие. Покупатели идут к нам, просят, не закрывайте рынок. Просят, вот опросите покупателей, которые тут ходят к нам. Очень удобно. Эти мамаши ходят с ребятишками к нам. И вообще мы вот уже 13-й год работаем. И все довольны. Вот кто рядом. Ну, конечно, может быть, маленько благоустроить его, чтобы он так сознательно смотрелся, рыночек. И все. Местные жители настроены категорично. В супермаркетах продукты не такие свежие, как тут. Да и не поторгуешься в свое удовольствие. Вещи дешевле, и продукты дешевле, и все на свете дешевле. Здесь несколько ларков. Мы всегда бегаем сюда за продуктами. Молоко напрямую из Никольского привозят. Тут, кстати, молоко вся округа ходит за молоком, за кефиром, за сметаной. На прямой линии с жителями города глава Эдхам Акбулатов дал понять – компромиссу не склонен. Позиция администрации города по этому участку однозначная. Рынка там быть не должно. Сейчас действительно идет судебный процесс. Мы пытаемся в суде доказать, что это участок является муниципальной землей. И город вправе распорядиться этим земельным участком в соответствии с проектом планировки. Жилой дом, по мнению администрации города, сюда хорошо впишется. Когда застройщики нового жилого комплекса на улице Водопьянова только начали размещать на сайте его рекламу, то рядом с информацией о том, что в каждом подъезде здесь по два импортных лифта, поместили другую. В шаговой доступности два супермаркета, аптека, рынок. Тем инвесторам, которые будут строить жилые дома на месте уже самого рынка, придется искать новые аргументы. Возможно, строить уже по три лифта на подъезд. Наталья Ковальчук, Константин Жирелев, Вести, Красноярск.